Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Правовое поле». Сегодня мы поговорим о состоянии законности в сфере содействия занятости населения. В соответствии с федеральным законом о занятости населения, государственная политика в области содействия занятости населения направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, а также содействие развитию способностей к производительному творческому труду, предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы. Координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов и работодателей. О состоянии законности в сфере занятости нам расскажет прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Гладкобородов Кирилл Александрович. Кирилл Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! В соответствии с федеральным законом о занятости населения в Российской Федерации, полномочиям органов по содействию занятости населения. Вопросы организации и осуществления надзора за исполнением законодательства о содействии занятости населения регулярно рассматриваются на межведомственных совещаниях, рабочих группах с правоохранителями органами, представителями государственной власти, осуществляющими полномочия в сфере занятости. Вопросы организации и осуществления принимаются меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия в данной сфере. В соответствии с федеральным законом о занятости населения в Российской Федерации, полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости относятся. Разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. Органы государственной власти субъектов осуществляют контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Начнем с того, что у нас центр занятости отработал в 2020 году, точно так же, как и все организации в режиме, так скажем, нестандартном, непривычном для данного учреждения, потому что все были подвержены, так скажем, изменениям, которые были внесены по ковиду. То есть у нас были отменены личные приемы граждан, у нас была отменена перерегистрация граждан, что было увеличение финансовых потоков, что не могло положительно отразиться на состоянии нашей безработицы в регионе. Если у нас численность граждан, которые обращались за содействием в поиске подходящей работы, в прошлом году была 3000 небольшим человек, то в этом году уже 300. Незанятые граждане в прошлом году составили всего 1691 человек, в этом году 2263 человека. У нас численность безработных с 342 до 670 человек, то есть практически в два раза. Естественно, вырос уровень безработицы на полтора процента, то есть в два раза, в прошлом году было полтора, в этом году три. И напряженность на рынке труда возросла с 0,7 до 0,9. Это было связано с тем, что у нас организации переходили на дистанционный режим работы, не принимали сотрудников на работу здесь с ограничительными мероприятиями. То, что касается реализации программы содействия занятости, в 2020 году у нас 15 человек, это результаты деятельности, открыли свое собственное дело. 137 человек приняли участие в общественных работах, организовано участие в временных работах 26 безработных. Временно работали у нас подростки, в прошлом году их количество составило 973 человека. Вот и переобучение у нас было у 148 человек. Граждане имеют право обратиться в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы, работодателей в подборе необходимых работников. Кроме того, граждане вправе получить информацию о положении на рынке труда региона, принять участие в вермарке вакансий и учебных рабочих мест, получить профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности и профессии, трудоустройства, профессионального обучения, психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышению квалификации, включая обучение в другой местности. Также имеют право принять участие в оплачиваемых общественных работах и другие услуги, в том числе получить услуги по самозанятости в виде получения гранта на открытие собственного дела. Вся необходимая информация имеется на сайте Центра занятости. 8 апреля 2020 года в постановлении правительства номер 460 были объединены временные правила по регистрации граждан с целью содействия в поиске подходящей работы, что связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные правила предполагают дистанционную постановку на учет граждан с целью содействия в поиске работы. Заявления в Центре службы занятости населения подаются через информационно-аналитическую систему общероссийской базы работы в России, а также через личный кабинет государственных услуг. Таким образом, с апреля по сегодняшний день в службу занятости населения Нинецкого автономного округа поступило 1255 заявлений от безработных граждан. 7 октября прошлого года оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Нинецком автономном округе работа Центра занятости населения переведена на очный режим работы. Соответственно, перерегистрация и постановка на учет граждан осуществляется лично по предварительной записи. А также осталась и возможность дистанционной подачи заявлений, также через портал работы в России и через личный кабинет государственных услуг. На сегодняшний день эти правила продолжают осуществлять свою деятельность. Так, правительство в прошлом году в декабре продлили временные правила до 31 марта текущего года. Также хочу сообщить, что в текущем году постановлением правительства с 1 января введен новый порядок исчисления пособия по безработице. Таким образом, с 1 января максимальное пособие по безработице в Нинецком автономном округе в первые 3 месяца не превышает 18 195 рублей, последующие 3 месяца не превышает 7500 рублей. Минимальное пособие осталось без изменений и также осталось без изменений в исчислении пособия для лиц предпенсионного возраста. Их пособие исчисляется в максимальном размере продолжительностью 12 месяцев. Хочу обратить внимание работодателей, что все организационные мероприятия, связанные с сокращением численности ликвидации, необходимо предоставлять службу занятости через информационно-аналитическую систему общероссийской базы работы в России. Также сообщаю, что в Центре занятости населения стартует ежегодная кампания по направлению безработных граждан для прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Все актуальные информации о деятельности Центра занятости, о изменениях в законодательстве, а также проводимых мероприятиях можно ознакомиться на сайте Центра занятости. Несмотря на положительные аспекты работы Центра занятости населения, прокуратура округа выявлялась нарушение законодательства о занятости населения при признании граждан безработными. В том числе и незаконный отказ в признании гражданина безработным. Также выявлены факты неправомерного взыскания единовременной помощи самому занятому гражданину, неправомерного изменения размера и сроков выплаты пособия по безработице, непринятие Центром занятости мер по устранению обстоятельств и причин, способствовавших неправомерному получению пособия по безработице гражданином. По результатам проверки Государственной инспекции труда в Архангельской области и Нейнском автономном округе установлено, что инспекции, не надлежащей контроль за осуществлением региональными органами власти, переданного полномочия по осуществлению выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также контроль за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан не осуществлялся. В целях устранения нарушений закона прокуратуры округа внесены представления исполняющими обязанности руководителя Департамента здравоохранения и труда и социальной защиты населения, а также руководителю инспекции труда. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты исчерпывающие меры по устранению и недопущению нарушений впредь. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. В случае нарушения прав в сфере занятости граждане вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Архангельской области, Ненецком автономном округе, в профильный департамент здравоохранения и труда и социальной защиты населения, а также в прокуратуру округа. Спасибо. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин